Приветствую вас. В вашем случае очень важно понять ситуацию как можно полнее. Я говорю сейчас о том, что непонятно кто вы ребенку. То есть вот именно вы конкретно, ребенку кто. Потому что если вы допустим мама, ребенка, ну вот того ребенка о котором вы пишете, если вы мать. То с вами конечно желательно бы поработать. С вами желательно бы пообщаться, чтобы лучше понимать о чем идет речь. Потому что вот так как вы это описываете, ну я бы не сказал, что все очень понятно. Смотрите, если мы говорим о агрессии ребенка. Да. Такой вот. А вот так речь ребенка если мы говорим. То. Речь идет в первую очередь о том, что. У ребенка жесткое непринятие себя. У ребенка. Ну я бы сказал довольно сильное непринятие себя. Вот. То есть ребенок отчаянно нуждается во внимании. Да. Ребенок отчаянно нуждается в том, чтобы с ним, значит, постоянно кто-то был. Да. Чтобы с ним, ну, были вот, взрослые, видимо. Правда, каких, какие у этого основания, да, для меня не совсем понятно. Тут для меня не совсем понятно, почему. Вот. Может быть ребенок так тяжело переживает то, что не видит отца. Может быть. А может быть здесь есть что-то еще, да, так, ну, еще какой-то момент, о котором мы не знаем. Вот. Но аутоагрессия это всегда тотальное непринятие ребенком самого себя. Это просто вам нужно понять. Следующее. Следующее, что важно. Это внимание. Ну, точнее, то качество, если позволите, внимание, которое ребенку уделяется. То есть вот вы говорите, что мама откладывает все дела свои, да, на потом и, соответственно, она все время посвящает ребенку. Вот. Значит, она это делает деструктивно, она это делает, по-видимому, может быть, с чувством вины. И она это делает, по-видимому, по-видимому, как-то еще, ну, негативно. Я думаю, что у ребенка начинается такого роли процесс. Вот. То есть я бы сказал, я бы сказал, что вот то внимание, которое, условно говоря, ребенку уделяется, оно уделяется не совсем здорово. Вот. То есть, а что это конкретно? Сказать слово. Может быть, может быть, мама не объясняет ребенку, как и что нужно. Вот. Может быть, у мамы нет ребенка, ну, к примеру, диалога, контакта. Вот. Такое тоже может быть. Понимаете? Вот. То есть, а, что именно здесь? Как именно это происходит? Ну, можно только гадать. К сожалению. Вот. А, хотим ли мы гадать? Нет. Это очень вредно для ребенка, это очень вредно для вас, ну, для вас, если вы мама, это тоже вредно очень. Вот. Вот. Что мы не хотим когда-то? Вот. Значит, а ребенку чего-то не хватает? Это факт. Вот. И чего именно ему не хватает? Конечно, неизвестно, тут нужно разбираться, тут нужно смотреть, чего именно ребенку не хватает. Вот. Я думаю, что ему не хватает того, чтобы его воспринимали более, может быть, серьезно, чем это происходит сейчас. Опять же, конечно, я могу ошибаться, опять же, конечно, всей истории, я не знаю, но мне почему-то кажется, что так. То есть маме не нужно, маме не нужно бросать все дела ради своего ребенка, маме не нужно этого делать, категорически делать этого не нужно. То есть, этим она скорее вредит ребенку. То есть, с ним действительно, да, нужно разговаривать с ребенком, с ним действительно, да, нужно взаимодействовать там и так далее. Это факт. Это так. Ну так, не в ущерб себе. Понимаете? В ущерб себе этого делать нельзя. Мама, по ходу, делает это в ущерб себе. Вот. Ну и здесь ситуация очень сильно осложняет тем, что он не видит отца. Вот. Возможно, он как-то вот думает или считает, что папа из-за него ушел. Из-за него он, как-бы, ну, не взаимодействует с ним. Вот. Дети это могут. Дети могут так о себе думать. Дети могут так думать о родителях. Вот. Как-бы грустно это не звучало и печально, но это так. Поэтому я думаю, что отцу, когда он бывает, как-бы вот дома, отцу нужно лучше взаимодействовать с ребенком. Отцу нужно вполне это делать. Вот. Отцу нужно, нужно активнее взаимодействовать с ребенком. Может быть, почаще с ним разговаривать. Вот. Вот. То есть здесь вы уже, я надеюсь, сами как-то определитесь с этим. Вот. То есть я надеюсь, вы как-то этот момент сами для себя разрешите. Вот. То есть, ну, определите для себя, как вообще лучше это будет сделать. И так далее. Вот. Вот. Я надеюсь, здесь понятно выражает, надеюсь, что понятно, о чем это третий. Вот. А вот это на самом деле очень важно. Вот. Вот. Ну и с ребенком нужно разговаривать. Да. То есть, смотреть уже сейчас, что он хочет, смотреть уже сейчас, что ему нужно. Вот. Смотреть уже сейчас, как ему нужно. Вот. Это, правда, все очень важно. И, собственно говоря, вот так примерно и можно ответить вам на ваш вопрос, который выдают. Как это видится? Нет. По крайней мере. Давайте еще раз сейчас прочитаем. Ну, тут. Так. В недавнее времени стал биться головой о пол, когда они получают желаемого. Значит. Если родители испытывают чувство вины, если родители бесконтрольно все позволяют, к примеру. А после запрещают, как бы, ну, не объясняя, что толком, почему он это делает. Да. То почему он запрещает, почему не дает, почему не позволяет, то вот возникают такие реакции, развлекают такие вот проблемы. И тут на самом деле личные границы очень важны, потому что именно они, личные границы. на мой взгляд, в данном случае играют ключевую роль. Вот. Ага. Либо родители не способны, очевидно, четко отграничить себя от ребенка. Это печально, это грустно, но это страшно. Вот. И я могу надеяться только на то, что вот вы какие-то выводы сделаете, да, исходя из того хотя бы, что я вам сейчас говорю. И, собственно, измените своя модель поведения, там ребенку дальше будет тяжелее. Вот. Так. Любит внимание. Вот именно. Любит внимание. Знаете, потому что ребенок не чувствует себя значимым. значимым. То есть вот значимости у ребенка нет. Ощущения, если он значим, у ребенка нет. К сожалению. И это на самом деле серьезная проблема. Позволяйте ребенку больше взаимодействовать с собой, не подавляйте его спонтанности, не как-то запрещайте ему, в конце концов, то, чего он хочет, ни в коем случае этого делать не надо. Вот. А потому что вот вы видите, к чему это, собственно, приводит, вы видите, как это происходит, да. То есть, на мой взгляд, это получается так, что, как бы, здесь у нас естественный ребенок, да. Ребенок, который активно, эээ, свои желания реализует. Эээ ну, этот ребенок ээээм, этот ребенок, эээмммммм, со знакомым, ну, потому что он, к сожалению, к сожалению. он это делает на негативе. Его не научили, вы, я так понимаю, его не научили действовать адекватно. И это, пожалуй, ключевой момент. Его не научили действовать адекватно, его не научили действовать правильно для себя. Запрещая по факту одну активность, вы позволяете ребенку какую-то другую активность. Вот. И ничего хорошего по итогу не получается. Вот. Вот это, по крайней мере, так, как мне видится в данном случае, то как мне видится в данный момент. Вот. И мне кажется, что нужно срочно менять всю вашу мобиль взаимодействия с ребенком, если вы хотите, чтобы у него все было адекватно. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу сказать. Далее. Значит, так. Достаточно такого внимания никто не испытывает, так как мама откладывает все это на желатку. Сейчас применимые игры, рисование, конструкция, прогулка на улице, чтение книг. Ну, как-то, знаете, вот, опять же, активность, да, кто выбирает активность, кто, условно говоря, является заводил, ну, заводил, да, то есть, что является инициатором, ну, всех игр, всех времопровождений. Это, на самом деле, очень важный такой момент, потому что, если инициатор мама, вот, что, на мой взгляд, вполне очевидно. Вот. И если инициатором является мама, то нет ничего удивительного в том, что ребенок ведет себя, ну, вот, так. Потому что у него, по факту, получается, нет возможности прочувствовать, ну, себя. Вот. Понимаете? И это, на самом деле, очень, очень тревожно, потому что все-таки, 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 но ребенку нужно себя чувствовать, чувствовать, ребенку нужно себя ощущать, вот, если этого не происходит, то, вот, как бы, такие возникают трудности и такие возникают проблемы. Дальше. Да. Значит. Как вести себя по матери в ситуации с истерикой. Очень просто не обращать внимания, либо спокойно спрашивать у ребенка, что ему нужно. что-то, вот, просто, вот, нужно максимальное спокойствие. Понимаю, что это сложно, зачастую, бывает. Но это, по факту, один из немногих вариантов, которые, вот, реально можно использовать, да, потому что, по-другому, скорее всего, ребенок уже не понимает. Что-то, печально, это очень плохо, но, но так. Обращать внимание, внимание на ребенка в этот момент не стоит. Именно обращать внимание. А, значит, спрашивать, что он хочет, а, спокойно ему это давать, если, ну, если, вот, он этого, а, действительно хочет. И, все. Что-то, собственно, говоря. И, все. И, дальше, просто взаимодействовать, а, с ним, по данному, по данному направлению. Вот. Вот и все. Это, то, что вы можете сделать. Вот. Как? Матерь. Ну, если. Если вы матерь. Да, да. Ну, условно, да. Возьмем. То есть, для матери, главное, реагировать адекватно. Максимально адекватно. Максимально адекватно. Реакция, это реакция соответствующая, ну, это реакция соответствующая, значит, ну, как бы, тому, что происходит. Вот. Вот. Так, так вот можно сказать. Что идти на поводу у ребенка, а, нельзя. Категорически. Это, деструктивно скажется, скажется, на обоих отношениях. Вот. Дальше. Стоит ли обращаться к психотерапевту, а, если только маме, если только маме, то он, а, маме стоит. Что это для ребенку, я бы не сказал. Да. Я бы не сказал, что стоит ребенку обращаться к психотерапевту, потому что, а, ну, как бы, ребенку еще рада. Вот. Вам, маме, маме, да, маме, ну, там все. Все, у нее очевидно, естественно, какой-то, вот, неосознаваемый идею самой. А, перенос на ребенку, ребенку, а, хочу. Вот. К примеру, там, ну, например, неудовлетворенности, может быть, какие-то, может быть, что-то еще. Вот. Тут это, такой, действительно очень важный момент. Вот. Так что, я надеюсь, что вы сделаете для себя определенные выводы. Вот. Вот. Я надеюсь, что вы либо маме показываете эту, ну, вот эту запись, это аудио. либо, если вы едите к маме, то будете следовать тому, что я сказал, вот, либо запишетесь на индивидуальные консультации, где, ну, где мы с вами, например, мы с вами, да, допустим, поработаем. И где вы сможете наконец-то увидеть все то, что с вами происходит на данной маме. А мы даже и не, и не на данной. Вот. Там это, отношение с мужем, это, знаете, тоже важный аспект. Очень важный аспект. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Это что-то. Давайте. Спасибо. .